Друзья, всем привет! Рады вас снова видеть на своём канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, и со мной моя маленькая помощница Сонечка. Ну что, у нас мукбанг. Я напекла оладушки. Оладушки поставные, вкусные, вздобные, на молоке, с яйцами. Много сахара я туда положила. Надеюсь, что будет вкусно и сладко нам, Сонечка. Все, кто будет кушать вместе с нами, всем приятного аппетита. У нас, помимо оладушек, здесь чай у меня чёрный, с чабрецом, сладкий. Соня просто водички тёплые попросила. Также у меня вот такая простая кваша. Я не помню, показывала я свои распаковки. Или я вообще не делала распаковку на спар с этой закупкой, так сказать. Уже запуталась в распаковках очень много. Да, сейчас я положу. Это не сметанка, это просто кваша термостатная. Для тех, кто, девчонки, на диете советую. Вкуснятина необыкновенная. Подсмотрела я у одного из блогеров, у девушки. И мне так понравилось. Почему же, я думаю, раньше я не ела этот продукт? Всего 5 дней срок годности. Смотрите, какая простокваша густая. То есть, это как вообще 20% сметана. Хотя здесь всего-навсего, в простокваше всего-то навсего у нас 4% жирности. То есть, если вы на диете, прекрасно и добавлять в различные салаты, ну, просто так, вместо всякого майонеза, вместо сметаны. Очень-очень даже классно. И у меня еще я приготовила, может быть, сладенького захочется, вот такие перетертые апельсины. Все их мы никак не съедим. Может быть, захочется. Так, ну что, будем пробовать. Оладушки пышненькие, достаточно получилось. Вкусно? Да. Пока спел с жаром. Приготовила. Захотелось что-то сладенького покушать, что-то вкусненького. У нас был тут спор. Кто-то разделились мнения, захотел, чтобы я спекла непосредственно оладушков. Кто-то захотел, чтобы я спекла блинов. Но все-таки оладьи. Победили. Варенье будешь? Да. Положить тебя? Нет. Не хочешь варенься? Ну, просто так вот шикарно. А я, пожалуй, сладенького хочется у меня. Вот мне не очень нравится. Вот в этом варенье, в этих апельсинах перетертых, очень четко чувствуется запах цедры. Не знаю, но вот некоторые наоборот добавляют цедру. Даже выпечку, любят выпечки, когда цедра апельсина. Мне это не нравится, ни цедра лимона, ни апельсина. Я не очень. Хотя. Вкусно. Апельсинчики вкусные. Давно у нас не было оладьев. Кто смотрит, нас давно видел. Раньше, что мы часто оладушки делали. И с кабачками. Наши любимые. Кстати, с кабачками обожаю оладьев. С картофелем я не очень люблю. Драненькие. Но вот то, что касается с кабачками, с яблоками, обожаю. С яблоками, кстати, тоже не очень получились в последний раз. Еще положить в тебя? Слушай, на здоровье. С яблоками не очень получились. Но я думаю, что это из-за того, что яблок содержится в кислотах. Да. Именно причина у них. Но для разнообразия тоже вкусно. Не знаю, посмотрела я интересный рецепт в интернете. Луковый рулет. Соня говорит, сделай, сделай, сделай. Но, естественно, возиться очень долго. А времени у меня нет. Вернее, оно есть, но очень мало. Поэтому решила границ с саладышками. Ограничиться. Да. У нас, наконец-то, в Москве погода нормализовалась. Тушки ходят, но уже теплее становится. Сегодня, по крайней мере, нету дождика. Да. Вкуснота. Знаю, мучное – это не самое полезное, но иногда хочется. В детстве всех, наверное, бабушки баловали оладушками. Не знаю, ну, может, конечно, есть единство, кого в детстве оладушками не кормили. Я думаю, люди, рожденные, как и я, в СССР, оладьи, гренки нам делали часто родителям. Я даже к подружкам ходила. Бабульки нам постоянно там что-нибудь вкусненькое пекли. А мне приходили подружки. У нас постоянно придешь гуськи, они бы, как к нам приходили, к девочке. Всегда бабушка, дедушка пекли оладьи. Маме некогда было, мама работала у меня. Да. Постоянно на работе была. Папа тоже. Так что, мы были с дедулями и бабулями. Сюда. Ну, в принципе, у всех, наверное, так. Да. Да? Да. Ой, как сладко. Что-то мне очень прям сладко. Ммм. Еще? Да. Да, сказала Сонька. На малыши. И сюда набрызгать. Да, набрызгать. Сейчас положу тебе сюда. Простокваша все-таки классная. Я всегда покупала простоквашу спар. Это, не знаю, кто может быть не знает. Не во всех, наверное, городах есть, в принципе, спар-магазин. Смотрите, мой гипермаркет. Супермаркет, гипермаркет. Не знаю, правильно? И вот там единственный магазин, где я, в принципе, в Москве встретила простоквашу. Пятерки простокваши есть, но там у меня подозрение, что она жирная, не жирная, а вот она будет жидкая. Потому что очень упаковка, как кефир, продается. А это, видишь, как сметана. Классная вообще. Кузняшка, ты прям макай туда, Соня? А туда макаю. Макаешь? Смотри. А вот раз пошла, была спаревская. Спаревская вкусная, я брала не раз. Даже, мне кажется, лучше, наверное. А вот раз смотри, еще и такая упаковочка. А пока ее даже еще дешевле. Спаревская, по-моему, 50 рублей, 49 копейками. А это вообще, по-моему, рублей 35. И решил взять, попробовать. Срок возраста маленький, что говорит о том, что, видимо, продукт все-таки натуральный, раз храницы мало. я уже объелась. Соня попросила у меня сегодня приготовить лапшу. Будем готовить лапшу. Любишь лапшу-то, да? Да. На курочке, на курином бульоне с курочкой будем супчик готовить. Супчик хочется. Я каждый день до супчики не готовлю. Ну вот. Соня, что ты делаешь, Наталья? Зачем ты упираешься? Я сейчас не хотавливаю сразу на 2-3 дня. Ну вот, как раз у меня закончился, надо будет приготовить супчик. Спросил бы, ребят, какой суп хотите? Вид? Сказали только мне больше еще. Соня сказал, лапшу. Лапшу дай лапшу. Кушай. Макай прям туда, посильнее макай. Так вот заплывается. Сама. Сама. Ты же сама не можешь, у тебя все стекает. Мамыш тебе дает как правильно и на тарелочку чтобы не капало. Ты сейчас кофточку свою вкапаешь и все и будет грязное. ой, а я уже не могу. Объелась, просто объелась. Вкуснятина, конечно, но хорошего понемножку. хотя далеко не немножко скушали. Чайку тебе держи. Ничего, водичка. Хотя далеко не немножко покушали, но еще видите, сколько много осталось. Ну что, будем говорить вам до свидания, друзья. желаем вам, Сонечка, хорошего настроения. Да. В зависимости, когда вы смотрите, если вечером, то настроение на весь вечер. Если утром, либо днем, то на весь день. Желаем, чтобы у вас все-все-все было хорошо. Да. Чтобы все получалось задуманное, сбывалось. Да. Но самое главное здоровье, друзья. Да. И хорошее настроение. Да. А все остальное мы заработаем, все купим, друзья. Правильно? Погода, надеюсь, надеюсь, уже к выходным будет хорошая. К следующим выходным теперь уже. Но сейчас пока вот как-то так. Я не могу, я что-то покушала вообще. Хочется прилечь, отдохнуть немножечко. И вот еще надо приготовить нам супчик с Соней. Супчик. А то обещала, говорю, ребят, к вечеру поближе приготовлю вам супчик, все никак. Сейчас приготовим супчиком. Может быть, еще мукбанк снимем с лапшичкой, не знаю. Посмотрим, насколько у нас будет настроение. Как всегда, вы меня уж простите, я очень сильно разленилась. Ну, не то, что разленилась, просто появилось слишком много работы. летом всегда насыщенно. Хочется и поработать полноценно, хочется также и погулять. Погода, когда хорошее, тепло, потанцовать. Хочется погулять, побольше провести с семьей на природе, куда-нибудь съездить. И уж совсем не очень хочется сидеть, записывать видео, потому что это долго, это не с первого, как бы, это... Не с первого раза получается. То есть, как бы, ну, те, кто занимается блогингом, меня поймут. После этого надо обработать. Ну, такая рутинная работа, и занимает она гораздо очень-очень много времени, а времени не всегда на это хватает. Поэтому вы уж на меня не обижайтесь, друзья. Я буду стараться, я стараюсь. Конечно же, так же, как с зимой, в таком же режиме вряд ли получится выкладывать видео. Но вы уж меня простите. как смогу, так смогу. Вот прям вот буду очень стараться, правда. На сегодня все, друзья. Всем-всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Всем хорошего дня, либо хорошего вечера. Но самое главное классного настроения, Лайки ставьте. Пока-пока!